Ну, как видите, в моей родной Одессе к переименованию в свое время отнеслись с присущим горожанам юмору. Ну, а сейчас будет ли до смеха и как все проводить, как это все организовать? Еще один гость к нам подъехал, Ирина Карпа, писательница. Узнаем теперь, ну а что, не политики думают о проводимых реформах. Вечер, добрый, витаю. Добрый вечер. А что вы думаете про то, что сейчас там нас ждет чертова уже хвиля переименований? Я думаю, что надо переименоваться и забыть, взагалі. Просто много про это не говорить. Сейчас основный аргумент против, что это очень дорого сделать эти таблички, 100 гривен, если я не помню. Ну, там даже пресса пораховала, что у нас это было в сюжете. Ну, давайте вот честно собі скажемо, сколько мы там витрачаем, и тот, кто может позволить, например, я бы свою улицу переименовала за власный кошт, там, 10 табличок, или сколько там можно повешать, и чувствовать, что что-то сделает хорошее для своего города, для людей, и просто как-то оставил слез. Нет, это громадский рух какой-то может быть, даже там где-то в интернете. Можливо. Я думаю, что спільно кошт, до речи, сбере. Если в этом есть большая проблема, как человек, который знает, что таки фандрайзинг, что таки сбирать деньги на какие-то вещи, там, на то же то, что на допомогу пораненым, что на сирид. Тобто, украинцы даже даже хорошо реагируют на такие позитивные инициативы. И в этом проблемы я не вижу. Ясно, что будет какие-то спробы разкрадания бюджета. Я не верю, что все стали бюлими и пухнастыми, но так или иначе. Вот, надо контролировать такие вещи. Просто есть важная тема, которую сейчас и обговорюют, и водночас спекулюют, и иногда обговорюют, ну так, очень сердечно, очень щиро, ветераны. Да никто не будет чипать ветеранов. Конечно же, все мают величезную повагу до них. Просто история есть историей. Никто ордени взрывать не будет. Это все просто дейсно площадь для спекуляций. Спокойно собі виходитимуть ветераны на свои свята. И так само с роддени матеря никто не сбивает этот герб. Хотя действительно там в той же Литве, здаясь, згаданной Ганною Губко, первым делом просто внесли радянский герб. Потому что символы есть символы. Это также очень важно. Значит, кажется, ну окей, живу я там на улице Урицкого, чи Косиора, чи еще каких-то ГБшников, чи там ось Цюрюпинск. Мало того, что смешно звучит. Вибачте, вот нарешті в людей появилась возможность позбавиться такой дурной назвы своего города. Потому что это один из организаторов Голодомору, вибачте, не имеет права ніяк називать вашего города, где вы живете. Ну, в Цюрюпинске, в Цюрюпинске, но есть то же самое Дніпропетровске. Есть Дніпропетровске. И как вообще быть с назвами? Ты, как человек творче, то мне скажи. А ну, повертать имя Екатерины, как-то... Ну, можно же Сечеслав, если кто-то любит Батьку Махною, какие-то такие більш панковские частини украинской истории. Но, на самом деле, как человек творче, я готова была бы принять участие в каком-то комитете или просто группе... Долучиться до группы людей, которая бы запропонировала новые назвы. Вот. Если Дніпропетровске, то очень много кто из моих друзей, кто там живет, они просто за Дніпро. Потому что они так и называют. То есть это скороченная назва. Это будет Дніпро. Если что до улиц, то тут взагалі величезная площина. А, чекай, я все-таки до мест повернусь. Не обовязково привязывается только до исторической назвы. Можно же выгадать что-то новое. Точно в каждом был какой-то важливый городянин, какой-то человек, который изменил историю города, какой-то меценат. Просто важно, чтобы это сверху не спустили. Важно, чтобы не сказали. О, что ваше место називатимось вот так. Я думаю, что можно это все делать на уровне местных органов самоврядувания, чтобы люди також брали участь в этом. Не просто какие-то три депутата, пять из которых на трех историю сдавали, что-то там сели и висмоктывали с пальцев. Это все мают делать какие-то творчие люди. Это все мают подаваться на рассуд громады. Я, например, на початку 90-х памятаю, как у нас в месте Еремчо, улица Леніна, на которой я жила, переименовалась в улицу Свободы. Причем у нас такий был выбор без выбора, або это улица Миру, або улица Свободы. И такие были плакаты. Так, чего же мы хотим? Там Миру под тиском российских загарбников. Далее, или все-таки Свободы. Ясно, что все проголосовали за Свободу. Но, еще такая штука, если говорить про улицы, то не обязательно даже притягать за вухо каких-то политических действий вместо других. Это очень много художников, письменников, композиторов, або взагалі, беремо слова, например, «Проспект Братерства», или «Вулица Солидарности», или «Площа Гидности». Розумеешь, дуже багато и речей, которые никому не завадят. Есть «Индепендент Севеню». И, ну, если это уже независимость, там ни у кого, там, за демократов, через республиканцев, ни у кого не виникает питание. Ни у кого не виникает, дійсно. Тобто, такие речи, як там, братерство, солидарность, гидность, они никому не завадят. Чи там, відродження. Тобто, треба наповнювати Україну новими символами, абсолютно позбуватися всього старого. Біда в том, что мы, навіть, никогда не задаем собі питание, кто такой, цей, якийсь Урицький, там, Чикосіор, и кому тут стоїть памятник. Тобто, всім байдуже. Сидять там голуби, какают на них радісно. Тобто, и всі ходят, не помечают. Але, можно, дійсно, навіть квітник краще поставити на тому місці, де зараз памятник тому, хто долучився до знищения твоих компатриотів. Дякую дуже. У нас была в студии Ирена Карпа, у которой теперь появляется достаточно большой простор для фантазии, как и у многих людей, которые захотят тоже поучаствовать. Главное, чтобы прислушались.